Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я вернулась домой. Вот сижу, балдею, наконец, привела, два дня приводила в порядок участок, потому что, конечно, приехала, все заросло. Но вот обработала розы перед отъездом, и, знаете, такого, как в прошлом году, у меня нет. И они достаточно прилично выглядят. Конечно, розы отцвели. Сейчас я чуть-чуть вам покажу, как это все выглядит. Очень разрослись многие розы. Так, это в этом году посажена фрайсмельба. А это мной очеренкованные, вот здесь стоят, гортензия моя. Я первый раз попробую очеренковать, крупнолистная. Очень мило. На свечи год, наверное, даже, может быть, и зацветет. Так, сейчас я пройдусь, покажу. Великолепная Джульетта. Первый год посадки. Вот она какая. Смотрите, какая красавица Джульетта. Джульетта. Высокая. У меня вообще все розы очень высокие, потому что лес. Я уже поняла не потому, что я их как кормлю, а именно потому, что лес. Огромная надиамиян декор. Чересчур огромная. Я бы, конечно, была бы здесь, не дала бы ей такой вырастать. Подрезала бы. Цветет вовсю, вот с одной и с другой стороны. Очень высокая варбор, как я и хотела. Вот она почти обвела. На свечи год это будет все увито. Вот этим клематисом голубой ангел. И, если, конечно, не вымерзнет. И вот это и розы. То, что я хотела. И вот здесь вырастет, надеюсь, большим кустом. Ой, кроме принцессы Маргарета, Беатрис вот здесь у меня хорошо тоже растет. Здесь, конечно, все было заросшее. Всю лобелию я выбросила, потому что она здесь чересчур сильно разрослась. Вот такой вот у меня здесь. Очень красиво. Мне нравятся самые обыкновенные дачные пошивенькие лилейнички. Здесь у меня вот такая композиция. Вот так вот. Вот это все. Вот так вот. Вот когда разрослось, как это все выглядит. Этот будет выше. Как он? Пузыреплодник. Или как он? Дерен, дерен. Дерен выше будет. Мне кажется, это два разных сорта. Хотя нет, там меньше солнца, и он потемнечет. Вот. И вот такая вот композиция. Видите, здесь флоксы все вперемешку. Так, вот мои розочки. Вымахал Бенджамин Бриттон, набрал бутоны. Вымахал Шопен, набрал бутоны. Ну, это вообще. Бенджамин Бриттон. Два метра. Ну, собственно, здесь так и надо. Здесь так и надо, чтобы здесь была такая розовая комната. Вот все подрастет и будет розовая комната. Огромный, огромных размеров. Республика Монмартор. Какая же она красивая роза. Это вот один куст. Ничего себе, чайно-гибридные, да? Ну, вот такие вот пожелтевшие листочки. Ну, это ерунда. Посмотрите. Ну, вот. Немножечко она уже отсвела. Ну, красивая. Ну-ка. Ну, нет, аромата почти нет. Огромнейшая. Она тут все затмила. Отсюда надо убирать розы. А наша Барбара отсвела. Так. Вот такое-то все. Вот это все. Вот этот куст. Это Республика Монмартор. Вся в бутонах. Красавица роза. Так. Здесь у меня Golden Celebration. Какой-то у меня хиленький. Ну, я его очень люблю. Но хиленький. Что-то ему не доставят. Надо его подкормить как следует. Так. Golden Celebration. Так. Вот набирают бутоны поэзии. Мелковатые бутончики. Надо будет их подкормить. Я аминосилом немножечко подкормила. Аминосилом. И что-то еще я... А, и Масай. Потому что... Ну, на всякий случай, отредители. Темно им, конечно. Здесь я уже не первый раз об этом говорю. Ну, крем для крем гигантских размеров. Хорошая роза. Так. Вот мои гортензии. Вот. Только начинают. В этом году как-то поздно. И какие-то они мелкие. Не знаю. Я их, если честно, я их не кормила. Вот. Две гортензии, которых я не знаю названия. Это Флорентина. Ей здесь темновато. Ну, ой. Уже я все. Как будет, так будет. Все. Не заморачиваюсь. Вы посмотрите, какой Поль-Нуэль. Я его пересадила весной. Большим кустом. Вы посмотрите, что он творит. Но это будет красотища неимоверная, когда он засветет на следующий год. Неимоверная. У него плетье... Ну, вот это 7 метров, да? Ну, где-то метров 6 плетье. Заодно лето. Уложу его. Вот так вот, да? Ну, вот, гуляем. Гуляем, гуляем, гуляем. Так. Моя березка полезная, которая разрослась. Полезная березка. Вон она, разрослась. Слово, жива. Текс. Здесь очень мне нравятся вот эти японские анимоны. Очень. Здесь флоксики. Надо оттуда хосту убирать. Она ее не видна, а мне нужно в одном месте посадить. Так, это я буду сажать на днях. Будет попрохладнее. Пересаживать буду. Квиксильвер. И... Как ее зовут? Эптайт. Так, так, так. Ну, вот, видите, вот так. Сейчас более-менее ухожено. Но розы не цветут. Понятно. У меня сломался опрыскиватель. Два года он поработал. И что-то с ним произошло. Он почему-то не заряжается. Я заказала другой. Недорогой. Да, и сломалась у меня газонокосилка. Как нарушена. Все сломалось. Ну... Так, здесь набирают бутонами нерва. Хазоштат Ростова цветает. Отцвела розана. Ой, не знаю, вот эти. Будут свистеть на следующий год. Не будет. Ай, свою шикарно цветет в тени. В полной. Шикарно. Сейчас она отцветает уже. Здесь четыре сезона мучаются, конечно. Но бутонов много. Здесь очень темно. Только вот это вот вечернее солнце. Вот оно. Так, здесь у меня весьма и весьма неплохо произрастают тоже розочки. Ну, для такой тени весьма неплохо. Весьма. Дон Жуан только. У меня вообще розы из питомника элит очень плохо растут. Дон Жуан из питомника. А, да-да-да. Дон Жуан из питомника элит. Так, вот так вот. Все это смотрится. Пошли. Пойдемте дальше. Так, хвойные, слава богу, вроде живы. Вчера чуть-чуть подстригала их. Чуть-чуть. Потому что разрослись вот эти шарики мои. Разрослись. Что-то сильно разрослись. Особенно вот этот. Ладно. Так. У меня вот в том прудике, тут я вычистила все, и ветки обрезала, чтобы это все было видно, да, вот эту всю сказку. Я сегодня сидела вот здесь на этом стульчике и обнаружила, что у меня в этом пруду рыбки. Я в шоке. Они у меня везде. У меня штук сто мальков. Кое штук сто. Ой, не знаю, что с ними делать. Они мне нафиг, честно вам скажу, не нужны. Так, опять. Опять украли эти дуры. Белки или кто, не знаю. Думают, что это яйца и воруют. Я бросаю сюда эти искусственные. Какие же они глупые. Было три, осталось вот одно нашло. На земле. Думают, что настоящие воруют. Саву никак не разукрашу. Так что вот здесь у меня живут рыбки. Жалко их. Они, конечно, погибнут, наверное. Посмотрим зимой. Но не буду заморачиваться даже на этот счет. Так. Тут такой милый уголок. Я вот тут сидела. Такой он сказочный. Вот лягушки. Лягушек здесь. Жабы, я бы сказала, такие огромные. Вот тут. Я сидела здесь. И вот они тут. Эти лягушки. Прижились. И рыбки. Пришлось их покормить. Потому что я не знаю, что они здесь едят. Тут у меня лес, лес, лес. Так. Ну, пойдемте к основным розам. Плохо цветет аннабель в этом году. Совсем плохо. Совсем плохо. Так, несколько цветочков. Мне все равно. Абсолютно. Так. Вот эти флоксы отсюда надо убирать. Еще пока не придумала, куда. Но надо убирать. Здесь они не на месте. Так. Вот здесь у меня, ну, собственно говоря, ничего. Лобелия, слава богу, жива. Хосточки растут. Крокус роз прекрасно растет. Надо по-другому подвязать. Тоже темно ей. Эрозия здесь очень мелкая. Потому что темно, конечно. Так, горка тоже была заросшая вся. Но ничего. Я все вычистила. Видите, вообще, аннабель вообще не цветет. Вообще не цветет. Не знаю. Так. Вот. Отцвел. У меня подруга здесь. Она обрезала. Отцветший. Очень долго отцвел ее. Видите, он что-то как-то побаливает. Я вчера... А, вот еще превик уру менеджи я обработала. Это уже вчера. Видите, это не очень... Не есть хорошо. Но цветет. Набирает бутоны Гранд Эверт. Слава богу, одно удалось мне очеренковать. Будет у меня один череночек Гранд Эверт. Тут все взросло. Со страшной силой. Но красиво. Но красиво. Обрезала сейчас и его. Тоже разрослась. Так. Вот эти еще надо высаживать. Розы. Ой. Роз дофига. Извините. По-другому не скажешь. Так. Разрослась, конечно, фламентанс. Причем это все молодые побеги. Все молодые. О, какая лилия. Этот сорт называется мисфия. Ну, где-то два метра точно больше. Вот такая лилия. Так. Этот пьер, мой дорогой, любимый, здесь таких мне побегов нагнал. Ну, я его буду подрезать на следующий год. Буду его подрезать прям коротко. Вот, наверное, вот на такую высоту. Не выше. Весной. Буду подрезать. Процветает уже, доцветает Мишель. Так, это Коперлайт. Красивая роза. Коперлайт. Очень красивый, мой любимый. Симпл Горджус. У меня подруга не очень правильно обрезала. Ну, ладно, не страшно. Ничего. Так, Лавсонг. По третьему разу уже цветет. Вот еще один Коперлайт. Но какой-то на Коперлайт не очень похож. Посмотрим. Что-то похож он больше не на Коперлайт, а на... Ну, ладно, посмотрим на какой-то... Ну, ладно, посмотрим, не знаю. Так, Крема Абудонс. Пушкин, красавица. Так, и Цикламен. Они все там у меня сзади. Все отсвели. Но набрали много бутонов. Так, так, вот тоже Лавсонг набрал бутоны. Бутоны. Этот тоже набрал бутоны. Мишель Друкер. Макарозочка. Красотка. Так, вот эту... Вот эту Нью-Дон я буду оттуда убирать, конечно. Не знаю, еще пока куда-куда-нибудь. Не знаю, куда. Так, Квиксильвер прекрасно. Тоже набрал он бутоны. Вообще, Квиксильвер очень неприхотливая роза и очень красивая. Она сейчас мелковата. Ну, вот первые цветения были крупные цветы и очень красивые. Так, и здесь у меня эльф во всю Ивановскую цветет. Набирает бутоны. Вообще, все лето цветет эльф. Так, и леди за мной ходят по пятам просто. Simple gorgeous тоже надо высаживать. Я не как уж второй год. Она у меня все... Бедная, бедная растет здесь, в горшке в этом. Я представляю, какие там кормы. Так, вот лавиня набрала бутоны. Ну, это понятно, это... Надо обрезать ее Нью-Дон. Вообще, все здесь заполонил куст. Так, эти я уже обрезала. Как их зовут, господи? О-о-о! Дельфиниумы. Так, здесь у меня вычистили тоже мы все это с моим помощником. Надо полить. Почему-то не цветет у меня вот этот клематис. Наверное, он какой-то группой обрезки, который... который цветет на побегах прошлое года. Хотя, вон там какие-то бутоны. Ладно, посмотрим. Ну, здесь как-то некомфортно. То ли убрать его отсюда. И этот не цветет. Ладно, посмотрим. Так, вот так вот. У меня вот такой заборчик. Вот у меня... Что это у меня? А, нет, это солнце отражается. Роза. Вот здесь. Вот здесь. Думала, погиб с Юхипкина. Да нет. Живой. Но болявая роза. Балявая. Шахаризада тоже какая-то мелковатая. Ну, все обрезано. Посмотрим, какое будет второе цветение. Так, Ю Чандос Бьюти. Все прекрасно. Надо обрезать. Надо обрезать. Этот... Леонардо да, венчивает. Что-то с ним... Лучше это ест кто-то или болеет. Ест, наверное. Так, эти вымахали. Боже мой, какие у меня вымахали. Так, думала, погибла эта роза. Нет, даже цвести собралась. Буду отсюда ее убирать. Вымахал очень у меня... Очень вымахал цикламен Пьер-Дрансар. Вон какой. Посмотрите. Метра три. Ну, чересчур. Мне такое не нужно здесь. Цикламен. Я его не вижу. Я цветов этих не вижу. Обрезать буду, конечно. Я не хочу, чтобы здесь были высокие. Но такие они огромные, что сил нет. И все время дают базальных побегов кучу. Так. Здесь вообще бардак. Потому что вот что с этой... Какие-то ожоги. Это, видимо, от удобрений. Ну, вот как все выглядит. Вот эта моя... Надо тоже уже в землю высаживать. Эти горшки. Они у меня не в земле. Они в горшках с окопами. Так. Вот здесь у меня... Пьер-Прекрасно. Арочку насыщу бы этому поставлю. Это Чандос Бьюти. Лавандочка, слава богу, прижилась. Это вот такой огромный с меня ростом Эшли. Как обычно, вымахал. Эшли, 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 Эшли. У меня здесь три куста. Эшли, Эшли, Эшли. И еще одна Чандос. Очень хорошая розана. Такая красотка. Такая красотка тоже будет. Цветет все лето. Красивая роза. Цветет все лето. Цветет. Вот она, розана. Она красавица, конечно. Так, это моя новенькая. Тут горочка такая. И здесь буду все поднимать. Очень здесь миско, сыро и темно. Противно им здесь. Буду поднимать. Но, наверное, все-таки весной. Не сейчас. Скорее всего, весной. Да. По всей вероятности. Вот на полметра подниму. И сразу им будет легче. Сразу им здесь будет легче. А то вообще плохо они здесь растут. Все равно лавсонка. Он в любых условиях цветет. И вот это, конечно... Как ее зовут? Боже, что мой. Ой. Бедюш шалут. Хорошая роза. Темно. Она все равно базальные побеги дает. Растет. Цветет. Вот куколок плохо цветет. Колпогончики. Ну вот. Я обошла. Так. Вот что у меня. У меня вот... Ой, я не включила водопад. Но не важно. Надо включить. Уже сутки не включала. Очень разрослись у меня немфии. И жуткое количество... Жуткое... Вот они сейчас все ко мне приплывут. Жуткое количество рыбы. Это что-то невероятное. Я никогда не думала, что они будут размножаться. Можно сказать, можно сказать, в неволе. Ну, посмотрите, что делается. Они растут так быстро. Вот. Посмотрите. Сейчас они частично... Не все, конечно, частично приплывут. Красивые. Очень есть красавицы просто. Кои есть такие красивые. И черные, и белые. Каких только нет. И почему-то карасики у меня. Но это утки притащили мне икру. Ну, смотрите, что делается. Вот мне это надо, вот. Покупала 10, думала, ну выживет 5, хорошо. И вот там еще плавают. Они сюда уже не плывут. Не, ну что это? Вы посмотрите. Это уже прошлогодние мальки. А сколько еще там у меня их? Они все время плодятся. Это какой-то ужас просто. Не буду вас кормить. Они думают, что им есть дам. Ладно, дам сейчас. Жалко их. Подстригла немножечко иву. Вот такая у меня в этом году здесь горочка. Очень разрослась земляника. У нас еще будет вообще море. Это, как они называются? Лас, спадехинацы или как она называется? Сейчас я вас покормлю. Бедные, несчастные. Вот такая у меня в этом году гортензия. Вот, которую я очеренковала. Вот видите? И вот здесь, конечно, красавица. Этот анимон. Он красавец. Просто красавец. Он очень разрастается, правда, достаточно агрессивный. А вот гортензия вот какая, видите? Ну, мелковата по сравнению с прошлым годом. И вот какой-то сорняк тут вырос, надо будет прополоть. Очень высокая. Вибринос. Вискантус. Ну, в общем, вот так вот. Вот так выглядит мой сад после моего отсутствия. Вполне прилично. Я довольна. Впоследствии с тем, что было в прошлом году. Вот, конечно. Вот. Рябина. Красиво. Сейчас я буду рыб кормить. Ну, всё. Я вас всех обнимаю. Очень рада вашим комментариям, вашему присутствию на моём канале. Кто хочет, подписывайтесь. Буду рассказывать про Францию, как я отдыхала. Ещё немножечко про Голландию. Ну, в общем, красота немыслимая, конечно, в этих местах. Ну, и у нас тоже прекрасно. Всё. Всех обнимаю, целую. Всем пока, пока. Всем пока.